Обращение к Камрану Размавару. Камран, ты недавно в очерке о Ереване, 1927 год. По сути дела, призываешь к новой войне с Арменией. Цитулю я твои слова. Ереван, чуть-чуть жди, мы вернёмся домой. Камран, это ты будешь возвращать Ереван? Ты сначала верни Арцах, а потом пой. Ай, дезерти, в армии не был, на войне не участвовал. Ну, дишь, я инвалид, на весь мир бицепсы свои показываешь. 32 килограмм гири поднимаешь, хвастываешься. От трёхкилограммовый автомат, брат, идти защищать Азербайджан? Не захотел. Хотя, какой ты азербайджанец, а? Отрекватный порядочный азербайджанец среди ночи не позволил бы себе позвонить армянскому блогеру женщины. Алина на ватсап. И в пьяном виде не скажет, что очень любит армянских женщин, как песики. А перед этим ты предлагал руку своей возлюбленной в шуши. Бедная женщина. За кого она вышла замуж, а? Ты был бы порядочным, три раза бы не женился бы. И не матюкался бы при своей жене на весь тик-ток. Камран, ты, видимо, забыл, что в молодости лечился от алкоголизма. Видимо, не долечился, что по ночам звонишь людям. Говоришь, я миротворец. Я буду послом в Армении. Говоришь, какой ты миротворец, а? Ты поджигатель, провокатор, авантюрист. Вот кто ты такой. Даром зарабатываешь деньги. Твои передачи вот эти, ночной размовар, дневной самовар. Пора их закрывать. Я призываю всех армян не выходить с тобой в эфир. От этого никакого толку не будет ни армянам, ни азербайджанцам. Конечно, я мог бы это все сказать тебе в лицо, в тет на тет, в эфире. Но я полностью уверен, что ты то, что тебе надо, ты вырежешь. А в конце, в конце, ты будешь говорить, он уже признал, что Карабах – это Азербайджан. Во всем признался. Ты объясни людям. Я уже заметил это тоже. Почему ты выходишь в эфир с группой поддержки, а? Ты, твоя супруга с интернетом и какой-то еще бездарный ваш блогер. Что, одному выходить слабого? Ты, твои какого-бRAЗà на documented хаи. Очень, очень хорошую.